Привет зритель, ставим лайк и поехали! Осень – волшебное время года. Природа понемногу готовится засыпать и многие считают, что сезонной аллергии приходит конец. Однако это, к сожалению, не совсем так. Каждый осенний месяц имеет свой набор аллергенов, которые могут спровоцировать заболевания. Традиционно периодом мучения аллергиков считается весна – время активного цветения. Однако не меньшие опасности их подстерегают и сейчас. Какие аллергены доставляют неприятности в осенний период? Амброзия или беда? Ряд растений цветут очень поздно, к таким традиционно относят амброзию, период расцвета которой приходится на август. Причем часто этот процесс продолжается еще и в сентябре. Сама же пыльца, особенно в городских условиях, может распространяться на сотни километров. Может вызвать раздражение и прочие характерные симптомы аллергии и пыльца других поздних сорных трав – крапивы, лебеды или полыни. Она оседает на землю и способна сохраняться там длительное время, если не будет дождей, которые ее намочат. И достаточно лишь небольшого порыва ветерка, чтобы она снова поднялась, а человек, страдающий аллергией, ее вдохнул. Грибки и бактерии. Осень – время дождей и слякоти. Опавшие листья, которые не убраны, преют и гниют и создают отличные условия для быстрого распространения бактерий и грибков. Кроме того, общая сырость влияет и на микроклимат подъездов, где легко может образовываться один из самых опасных аллергенов – черная плесень. При вдохе грибки и их споры попадают в дыхательные пути и начинают там активно размножаться. Избавиться от них крайне сложно, так как простыми средствами и полосканиями их не смыть. Кроме того, они выделяют сильные токсичные вещества, которые вызывают головную боль и аллергические реакции. Одно из самых серьезных осложнений, к которым способна привести черная плесень – бронхиальная астма. Квартирная пыль. Плохо вымытые полы, ковры с длинным ворсом, большие мягкие игрушки – источники пыли, а значит и пылевых клещей, которые активизируются с началом отопительного сезона, когда в квартирах становится тепло и комфортно. Сложность в том, что убрать этих возбудителей сложно, человеческому глазу они незаметны, но приводят к очень серьезным проблемам. При вдыхании пыль попадает не только в нос, но и в легкие, вызывая как характерные симптомы аллергии, так и кашель и хрипы. А это также прямой путь к развитию хронических легочных болезней. Пищевые продукты. Осень – время естественного снижения иммунитета, дожди, уменьшение светового дня, холод – все это становится причиной ослабления здоровья, а как следствие и аллергических приступов. Иммунная система острее реагирует на возбудители, а сил бороться у нее нет. В результате любой запрещенный продукт – молоко, орехи, цитрусовые, может привести к непредсказуемой реакции. Как спастись от осенней аллергии? Для лечения традиционно применяют антигистаминные и противоотечные препараты. В сложных случаях рецептурные кортикостероиды. Естественно, все назначения должен делать врач-аллерголог, основываясь на состоянии здоровья больного и тяжелости ситуации. Особое внимание рекомендуют уделить профилактике. Так, например, стоит заранее побеспокоиться об укреплении иммунитета перед наступлением осени. Начинать стоит с коррекции питания и составления программы физических упражнений, не повредит и курс витаминов. Также нужно следить за гигиеной помещения, держать окна закрытыми, чтобы пыльца не попадала в квартиру и обеспечить регулярную влажную уборку полов. Придется скорректировать и график прогулок в зависимости от того, на какой возбудитель человек реагирует. Если на пыльцу гулять в дождь, а на грибки выходить на улицу только в солнечную погоду. Если же на улице сильный ветер, лучше по возможности остаться дома, ведь его порывы поднимают пыльцу, споры грибков и пыль с улиц наверх. И шансы дышатся сразу несколькими видами аллергенов очень велики. Почему аллергия обостряется осенью с более интенсивным проявлением симптомов, чем в любой другой период времени? Это связано с высокой частотой развития простудных заболеваний, что значительно усугубляет аллергические симптомы. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.